МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Латвию, Словакию, зравнялися з Испанією, Португалією, Фінляндой. Однак треба яще больше эффективно работать за отходами. Такую думку подчас республіканского семинара об удосконалении и развитии жильево-комунальной господарки краины выказал президент Беларуси Александр Лукашенко. До речи, на Гомельщине напрацованный значный опыт работы за отходами. В свой час минавито тут был створен первый в Украине экспериментальный биомеханично-сортовальный завод. На предприемстве, куда и сегодня едут за опытом, побывал Александр Ховейко. Спецкоммун-Транс успешно из отходов делает доходы. Что в Гомеле можно изготовить из вчерашней... У нас на сегодняшний день есть, допустим, участок по переработке пластмасс. На данном участке у нас, допустим, происходит дробление каких-то ПЭТ-изделий, которые были бывшие употребления. И потом делаем из них, допустим, полимер-песчаную продукцию. Делается, допустим, продукция люки, кольца, тротуарная плитка. Делаем гранулу полипропиленовую. То есть, с одной стороны, это значительно удешевляет продукцию, с другой стороны, помогает действительно из отходов получать доходы. Конечно. Вторая жизнь. Охраняем же в природе жизнь. В принципе, это же на полигоны все не вывозится. Здесь проходим по складу готовой продукции. С правой стороны, это здесь отсортированный цветной металл, так называемые баночки. Должны сказать, сколько в одном брикете? Где-то 300-400 килограмм в одном брикете. Сколько времени нужно было потратить для того, чтобы собрать хотя бы один брикет? У нас по городу стоят контейнеры, предназначенные для раздельного сбора. Желтые контейнеры здесь собираются. Потом эти контейнеры проводятся на завод. И здесь уже сортируется на линии сортировки, отделяется, допустим, ПЭТ отделяется, стекло отделяется, отделяется металл цветной, черный металл. То есть, другими словами, здесь собрано все то, из чего пил сладкие напитки Гомель и Гомельский район. Конечно, конечно, да. Хорошо. А вот что из этого можно сделать? В дальнейшем это мы продаем на цветмет, где в дальнейшем это передается на заводы, где это перерабатывается. В дальнейшем получает это сырье новую жизнь. То есть, делаются либо баночки, либо какие-то изделия. Это же цветной металл. Андрей Иванович, насколько продукция, которая получила вторую жизнь благодаря спецкоммунтранс, пользуется популярностью у гомельчан, жителей области? Ну, как правило, мы изготавливаем даже полимер-песчаную продукцию, которая продается как в организации, так и в частный сектор. Там и колодцы есть, и люки у нас, значит, конуса есть, которые предназначены. Ну, довольно успешно, пока у нас идет реализация. То есть, и среди предприятий, и среди частных лиц? Да, частных лиц. Ну, то есть, как бы это удобнее в эксплуатации, то есть, удобно демонтировать, устанавливать вручную можно, потому что они намного легче железобетонных изделий. Еще недавно и Добружская бумажная фабрика, и Светлогорский ЦКК вынуждены были закупать сырье за границей. Как меняется ситуация сегодня? Ну, на сегодняшний день, наверное, эти вышеуказанные предприятия покупают у нас в основном продукцию бумажную. Вот, она у нас здесь заготавливается со всего города. Вот, мы ее прессуем, сортируем по маркам и отправляем на эти заводы. То есть, это уже, как бы, помогает тоже сохранить, ну, вот, наши деревья и окружающую среду. То есть, уже, как бы, вот это все перерабатывается, у нас покупается. С 22-го Кастрычника у Гомельской области повышенный кошт проезда у городским транспорте. Так, одна поездка у автобусе и троллейбусе теперь каштое 50 копеек. При набыти билета у водителя 55 копеек. Кошт проезда у автобусах экспрессных маршрутов повеличился до 60 копеек. Фиксованный тарыф на перевозку ручной поклажите перскладае 50 копеек. А кроме того, вырос и кошт проезных билета у шматразового корыстанья. Цена проезного на месяц на один вид транспорта у Гомели выросла до 22 рублёв 50 копеек, декадного – до 7 рублёв 92 копеек. Сегодня у Гомели ушановывали выратовальников асвода. Нехто з ях выратовывал людей, яке могли б патануть, нехто проявил можность при пожары. С героями года познайомилися наши корреспонденты. Яны крыху соромятся, бо николи не были в центру уваги такой колькости людей. Тембольш, кажут, что ничего геройского у их деяних нема. Просто выконывали свою работу. Гэты выпадок долго обмерковали в Добрушском районе. 29 вересня 26-ти годовый Добрушанин накеровался в лес, але заблудился и опынулся в болоте. У полной темры яхознайшлива дала за свода Сергей Орлов и моторист рулявый Игорь Горал. Ночью уже было ничего не видно. И по голосу так перекрыкивались, ну и поняли, где он. Вытащили его из болота по грудь. Был в болоте, в холодной воде. Пошел за ним в болото и вытащил его. Привезли на спасательную станцию, напоили чаем. Сегодня на вортовальных станциях поравнально тихо. Купальный сезон завершился и надзвычайных ситуаций стало значно меньше. Основные намагания работников областных подразделений освода накерованы на профилактичную работу у навучальных установах. Хоть контроль за водоемами ведется у любым разе, но урэшці есть рыбаки, які могут поводить себе не зусім адекватно. А так само аматоры катання на лодках у нецвярозым стане. Урэшці вортовальники повинны быть у стане готовности за усёды. Не не только непосредственно на працонном месте. Водолаз Мазырской вортовальной станции Михаил Глушко узнагороджены нагрудным знаком освода за заслуги. За смелые, расшучие, профессийные деяния на пожары. У свой вольный час он выратывал двух человек. Убачив, что горит суседний дом и одразу принял решение. Зашёл веранду, встретил мужчину, помог ему выйти. Своё слово узнал, что там ещё женщина. Со стороны спальни разбил окно кувалдой. Было большое задымление, то есть стена дыма заполз туда, в здание. На крики стал её звать к себе. Она ко мне подползла, вытащил её за руки, выбросил вместе с собой в окно. Олег Сынчуров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадиокампания «Гомель». Работа с водгуками клиентов и выкористание социальных сеток для развития бизнеса. Это вопрос обмерковали у дельники семинара, который прошел в «Гомеле». Такая встреча уже не первая. За периодичных изменений в законодательстве и активизации электронного гандля вопрос перед предпринимателями повстает шмат. На этот раз на семинар пришли владельники интернет-магазинов, топ-менеджеры, специалисты электронного гандля и те, кто только планует начать свой бизнес в интернете альбо увеличить его эффективность. Спикеры семинара «Цекава», «Подробязная» и «Простая» мовы рассказали про то, как обслуговывать клиентов и выкористовывать навык негативные в отгуке себе на корысть. Шмат питаний у присутных было связано с правильной организацией документа обороту интернет-магазинов. И, наконец, одно из интересных и современных тем стало развитие бизнеса с помощью социальных сеток. Спикеры означают, что создание группы Альбусу Полки еще не залог успеху. Важно сочетать за их наполненностью корыстной и актуальной информацией. Еще одна ошибка, на которую хотелось бы обратить внимание, это отсутствие системности в размещении постов в социальных сетях, отсутствие планирования, то есть отсутствие моментальной реакции на комментарии, моментальной реакции на отзывы на компанию, реакции на вопросы. Если у компании нет активной стратегии ведения группы в социальной сети, нет контент-плана, это говорит о том, что компания не является жизненно активной в социальных сетях, и она не будет вызывать, в принципе, доверие и желание обратиться в эту организацию через социальные сети, через личные сообщения в социальных сетях. На протяжении некоторых дней такие семинары пройдусь во всех областных центрах Беларуси. Сустреча в Гомере стала в этом ланцужке первой. Сегодня в вечере, глядите новый выпуск, ток-шоу «Головная тема». Как, конечно, в центре уваги творческой группы проекта, жить в региону, как на Долоне. Гомерская область – найбойнейший вытворца харчовых и промысловых товаров в Украине. Значная частка, яких едена экспорт. И, варта сказать, корыстается там особливым попытам. А восьте заусёды голосует рублем мясцовый покупник. И что частяком этому перешкаджае? Зроблена на Гомещине. Сёння гэта «Головная тема». Глядите выпуск у 19.20 на Беларусь.4. Гэте, а так само іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tv.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». С новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова